После длительного технологического перерыва в апреле в микрорайоне Юдовка возобновились работы по созданию полноценной системы водоснабжения. В отличие от осени прошлого года, ситуация с передвижением по улицам значительно улучшилась. Проблему грязи и размытых дорог решают грейдированием и подсыпанием кирпичной крошки. Закончить инженерные работы предприятие «Алогрон» обещает к концу августа, а в сентябре предстоит заасфальтировать улицу Лейла. Осенью прошлого года проект водоснабжения серьезно затормозила затянувшаяся дождливая погода и другие обстоятельства. Теперь строители пытаются наверстать упущенное, используя благоприятный сезон. Уже закончено строительство канализационных и водопроводных дюкеров. Их предстоит сдать в эксплуатацию до конца мая. Большой объем работы проделан на многих улицах Юдовки. Приведены в порядок грунтовые дороги. Однако ближе к Долгаве имеется несколько сложных участков. Сейчас трудности наблюдаются на улицах Пилла, Джуэлэла, ближе к границе города. Если дожди и распространение COVID-19 не помешают реализации проекта, эти и другие улицы удастся завершить в ближайшие месяцы. Между строителями Сиадаугупилс-Уданс и местными жителями ведется активная коммуникация. Выслушиваются пожелания горожан. Стоит отметить, что аналогичные обстоятельства несколько лет назад наблюдались и в других микрорайонах города, когда прокладка водопровода и канализации проходила в рамках третьего этапа масштабного проекта фонда Кахэзи по развитию водоснабжения в Даугупилсе. Перекрытое движение, раскопанные улицы и грязь являлась неотъемлемой частью работ, но теперь многие жители, в том числе гривы, имеющие качественное подключение к воде, вспоминают тот период как время естественных ограничений, требовавших терпения. Результатом стало не только водоснабжение, но и восстановление грунтовых и асфальтовых улиц. Тем временем наблюдается позитивная тенденция по росту заявлений на разработку технической документации для подключения к водоснабжению на Юдовке. Всего на начало мая технические условия были выданы по 101 адресу, а по 59 адресам техническая документация уже согласована. Получено 30 заявлений на софинансирование от самоправления. Подробнее об этом и других вопросах можно узнать по телефону специалистов Даугупил Суденс. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Даугупилской городской думы.